Всем привет-привет! У нас сегодня обычный день. Всё как всегда, не считая того, что к нам едет в гости Татьяна. У нас уже с утра идёт уборка. Но не по случаю, конечно, того, что Татьяна приезжает. В принципе, у нас это было запланировано. Мы сегодня с Иваном убираемся. Точнее, Иван убирается, а я такое ощущение, что мешаюсь у него под ногами. Он уже пропылесосил, помыл туалет, ванную, сейчас кухню протирает. В общем, идеальный муж, такой непутёвой жены, как я. Ещё хочу сказать вам, что сегодня утром мы попробовали свекольную икру. И она получилась очень вкусная. Скажи, Иван. В общем, ждём Таню, ну а я пойду заниматься делами дальше. Ну, что вы думаете? Пришла к нам Таня, попили мы чайку, пообщались с Иваном. Всем привет, посмеялись до слёз. Сейчас смотрели наше первое видео, которое с закрытым доступом. Пойдём здесь, там дорога. В общем, насмеялись, дошутились. С Иваном Татьяной общалась. Или Иван с Татьяной даже, как Таня нам привезла всякие вкусняшки. С чайком попили. В общем, снимать они мне не дали себя. До такой степени у них было общение. Всё личное, всё консенсальное. И вообще ничего мне не дали снять. Сейчас вытащила она меня на улицу. Ну, надо сделать некоторые дела. У меня в последнее время синдром затворника. Безумно хочется быть дома. За каком он солнце даже выглядит сейчас? Вот. Потому что я вышла на улицу гулять. И снег был, я вам показывала. Снегом он не пахнет, как будто бы его и не было. Так у нас дела. Идём дальше по делам. Может быть, что-то ещё покажу. Хотя даже не знаю, что там показывать. В общем, идём на почту, банк, такое всё. И надо по подработке сходить в одно место. И покушать пиццу. И покушать пиццу. Ну, ты прям всё не сдала, всё. Да, у меня сегодня вот бонус от предприятия. Буду кушать пиццу. Официально. А ты со мной пойдёшь на пиццу? Ура! Я этому очень рада. Ну ладно, покажем вам, как купить свою пиццу. Подразнию немножко вас. Очень подделали мы все дела и пришли с Татьяной. В Ташир пиццу. Ну, здесь дворик ресторана. Можно много чего. Даже вон машинки играют. Таня тут уже и хомячит за кадром. Ну, а я взяла вон много всего. И картошечку, и салатце, и пиццу. Там морсик. Немножко Таня вам тоже в кадр. В общем, будем хомячить. И радоваться жизни. Благо мы можем себе этого позволить. На данном промежутке времени. А скоро мне сделают чик-чик-чик. И я не смогу и этого съесть ничего. Немножко компотика попью и домой пойду. Приятного нам аппетита. И кто сейчас скушает, тоже. Вот мы удачно перекусили с Татьяной. И идём дальше в магазин. Надеюсь, я ничего не забыла, как всегда. В общем, развлекаемся, как можем. А дальше мы зашли уже в пятёрочку. И я купила себе всяких кукурузных палочек. Очень питается. Ну, а Таня вот, да. Вот поэтому Таня такая худая. Стройная. Господи, стройная. А я вот такая толстая. Кукурузные палочки себе взяла. Очень хочу. Мы начали смотреть сериал. Вот буду смотреть. Крупкать. Нагулялась я с Таней. Пришла домой. И меня ждёт женская обычная рутина. Но благо, у меня есть помощники. И это очень хорошо. Вот, например. У меня есть посудомоечная машинка. Я очень благодарна и рада всем, кто мне помог её приобрести. Перед тем, как уйти гулять, я заложила всё в посудомойку. Всю посуду, которая у нас наскопилась за несколько дней. Два-три дня. И а-ля посуда вся чистая, хорошая, хрустящая, прозрачная. Всё замечательно и хорошо. Поэтому не вижу никаких проблем с домашней работой. Я очень мечтаю, чтобы ещё купили робота-пылесоса. И было бы вообще всё классно. Также, пока я гуляла, Иван начистил овощи. И я собираюсь сделать себе суп из щавеля. Почему только себе? Потому что Ивану при подагре нельзя щавель. Ну, а я заморозила. Он первый не хочет. Поэтому я решила, пока он первый не хочет, сварить чисто на себя. Как это сделала? Я показывала летом, что меня угостили щавелем. Было много его. Я его промыла, просушила, нарезала. И вот таким образом заморозила. Вчера вечером я достала щавель. Вот такой пакетик. Положила я его в кастрюльку, накрыла крышкой и положила размораживаться в холодильник. Самая щадящая разморозка чего-либо, это медленно в холодильнике размораживается. Вот он у меня полностью весь разморозился щавель. Теперь я его сейчас залью водой и начну кипятить. Как только он у меня закипит, я кину туда картошечку. И потом картошка опять закипит. Кину туда поджарочку. Лук и морковь. И по большому счету суп у вас уже готов. Опять же, как я всегда и говорю, не вижу проблем в готовке вообще. Делать совершенно нечего. И какие-то раздувать такие вот, ой, готовить опять это так тяжело. Не вижу ничего тяжелого. Все легко и просто элементарно. Поэтому приступим. Вот я и разобрала все к посуду. Пустые полностью мои решеточки из посудомойки. Сейчас я ее поставлю на место. И, как вы понимаете, сколько времени я сэкономила. Не стояла, не мыла, не чистила. И по большому счету, сколько моющего средства я сэкономила. И воды. Потому что, когда вы моете, вода все равно льется. И это все очень-очень плохо. Неудобно. А так, раз, у вас все чисто и хорошо. Семейное благополучие у вас нормально. С мужем вы не ругайтесь, в какую очередь мыть. А все замечательно и великолепно. Поэтому всем советую посудомойку. А дальше, дальше у меня суп. Ну, дело близится у меня к развязке. Готова у меня поджарочка. Нарезала я картошку. И щавель мой закипел. Что очень-очень хорошо. Очень такой у меня будет супчик. Супчик витаминный, овощной. Закидываю я картошку. Замечательный процесс. Просто овощной картофельный супчик со вкусом щавеля. Почему бы и нет? Зимой как раз помнить лето. Сейчас поджарочка у меня будет готова. Закипит у меня курица. Ой, этот. Закипит у меня картошка. Я кину туда. Про курицу подумала. Думаю, в следующий раз надо такой суп делать на бульоне курином. Ване бульоны тоже нельзя. Ну, а мне как раз сам это будет. Ване вареную курицу, а мне бульон. Ну, и, конечно же, как же щавеливай суп и без яиц. Варю яйца. Всё замечательно. Вот яйца сварились. Ура, ура. Надо в холодную воду класть. Напоминаю всем, что мы яйца сварили и сразу же кладём в холодную воду. Не заливаем холодной водой, а в холодную воду кладём. Чтобы была резкая смена температур. Вот, пускай остывают. Так лучше будут очищаться они. Яйца я перед тем, как варить, помыла. Положила в холодную воду и варю не больше 7 минут. Так как дольше варенье для меня сказывается плохо на организм. Такая красота. Сейчас будет всё красиво. В итоге вот такой супчик у меня получился. Жиденький, но питательный. Ну, нет, не особо жиденький, конечно. Наваристый. Сейчас ещё постоит, поварится, добавила туда соль, перец, лаврушечку и сахарок. Всё. Идеальный суп. Я его уже пробовала. Мне понравился. Суп получился очень вкусный. Но это мне на завтра. Пошла я дальше заниматься делами, а вы оставайтесь с нами. Дальше будет интереснее. Нагулялись мы с Танюшей. Вернулась я уже домой. Дома как-то я немножко расклеилась. Ну, благо, у меня есть Иван, который меня всегда поддержит в трудную минуту. Всегда меня направит на путь истинный. Или пошёт куда подальше. Ибо не давать мне поводу расслабиться. Ваня уже сказал радостную новость мне сейчас. Это то, что 4 февраля... Да, Вань? Да. 4 февраля он уже будет... А как, практика у вас будет? Практика, да. Первое занятие практически на трамвае. В общем, будет практика уже на трамвае. Уже будет как помощник, ученик, водитель трамвая. Их разбили по группам. И будут они, получается, проходить практику. Чему я несказанно рада. Наконец-наконец-то теория к практике. Сейчас Иван делает нам ужин. Это по его методике делаются сухарики или гренки. Наверное, больше гренки это называется. Потому что сухари-то, они больше хрустящие. А это такое мягкое, поджалистое и вкусный хлеб. А я сейчас буду замасливать салат. Нас добрые люди угостили салатом. Вот сейчас буду майонезить. Здесь сказали курица, ананасы. Я вижу крабовые палочки. Оливки. Оливки. Нет, маслины были черные. Кукуруза. Лук, наверное. Зелень. Свежий огурец. В общем, сборная солянка. Сказали, очень-очень вкусный салат. С нами поделились, что мы попробовали. Ваня сказал, что уже пробовал. Ему понравился. Съедобный салат, Ваня? Да. Сейчас я сделаю салат. И как раз сухарик ему будет. То, что надо. На тебя делать салат? Нет. Хорошо. Сделала я себе салатик. Сухарики Ваня нажарил. И мы пошли смотреть фильм. Мы подсели немножко на фильм. Сериал. Называется «Ведьмак». Смысл в том, что я очень люблю игру в компьютере. Игра очень интересная. Очень персонажей много. Тема хорошая. В общем, мне очень нравится эта игра. И я надеюсь, что в какое-то ближайшее время я начну даже стримить «Ведьмака». Но это уже будет на другом канале. И вот эта игра создана по книге. И по этой книге сняли сериал. И теперь мы начали смотреть этот сериал. Вчера первую серию. В общем, Ваня меня уговаривал еще с того года посмотреть в конце года. Вышел этот сериал. Я все никак-никак. И тут, наконец-то, вот я родила. Мы вчера посмотрели. Я заразилась. Хочу очень увидеть эту серию. Но у Вани строгое правило. Лечь спать. Часово 9-10. Не позже. Поэтому побежали мы смотреть сериал. А со всеми вами я буду прощаться. До новых видео. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok